Сегодня ночью на улице Свободы сгорел автомобиль. Дорожные полицейские вместе с пожарными установили, что причиной возгорания стал поджог. По горячим следам сотрудники полиции задержали 28-летнего мужчину, жителя одного из сел Рязанской области. Злоумышленник сознался в содеянном и уже дает признательные показания. А с чего вы вообще решили угнать машину? Домой захотел поехать. А, то есть вы находились здесь в Рязани? Да, захотел домой уехать. Попалась машина открытая. Я в нее сел, завел и не смог уехать. Не сдавал, надо что пьяный был? Нет, просто руль не смог разбакировать. И вот местную решили сжечь? Нет, чтобы следует своей скрыть. А поджигали бы? Зажигалкой. Ну там сиденья, обшивку? Бумагу. Просто бумагу? К сожалению, это было не последнее происшествие за последние сутки. Около трех часов ночи произошло дорожно-транспортное происшествие. 16-летний подросток без водительских прав на автомобиле Toyota Camry врезался в столб. От удара от иномарки оторвался колесный диск и повредил припаркованные рядом три автомобиля. Жигули 5 и 14 модели и автомобиль Volkswagen. В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний с травмами госпитализирован в больницу. Госавтоинспекция обращает внимание взрослых на исключение возможности свободного доступа детей к ключам зажигания транспортных средств, имеющихся в семье. И уже сегодня днем в Рязани произошло сразу две аварии. Первая на пересечении улиц Электрозаводская и Урицкого. Маршрутное такси не уступило дорогу автомобилю ГАЗ, тем самым спровоцировав ДТП. По предварительной информации пострадавших нет. Второе столкновение было на перекрестке улиц Свободы и Ленина. Здесь пострадал пешеход. По предварительной информации мужчина, управляя Жигулями 12-й модели, двигаясь со стороны площади Театральной в сторону площади Соборная, в нарушении требования дорожного знака «Поворот налево запрещен», стал осуществлять маневр поворота налево. В результате произошло столкновение с двигавшимся во встречное направление автомобилем Део. В происшествии травму получили водители иномарки, а также находившиеся на проезжей части мужчины пенсионного возраста. Все они были госпитализированы в больницу. Сотрудники полиции просят быть бдительнее граждан на дорогах. Любое неправильное решение, будь вы пешеходом или водителем, может стать причиной аварии.